Многие панк-анархисты считают, что панк-рок должен находиться постоянно в подполье. Андеграунд, по их мнению, это естественная среда обитания революционного панка. Перманентный бунт – главный стимул его творчества. Два года назад по Волжскому и Волгограду прокатилась антифашистская волна, организованная местными панками. Неонацизму был нанесен серьезный удар. Панк-фестиваль в городе Фролово в прошедшую субботу вызвала взрыв негодования у панков Волгограда и Волжского. Неожиданно для нашей съемочной группы это возмущение вылилось в настоящий погром штаб-квартиры Русского национального единства, которая находится на улице Пархоменко, 47. Пострадали также помещения, находящиеся рядом организаций. Мы объявляем войну фашистам и сделаем все, чтобы их не было ни в Волгограде, ни в Волжске, ни в России. Это антифашистский город, Волгоград. Здесь погибли миллионы людей в борьбе с фашизмом. Мы готовы стоять против этого. Мы нахисты, и мы взяли на себя, скажем, ответственность начать первыми эту войну. Обыватели молчат, обыватели ничего не делают. Они живут в этом доме, в котором находится штаб-квартиров фашистов. И ни слова не произносит против них. Ху-ю-ю! Ху-ю-ю! Негарабь, блядь! Россию, блядь! Руси не боролись, сука! Хуй-ю-ю! Ра-а-а! Во-а-а-а! А-а-а! Ах! Ва-а-а! На чистое! Вот этот товарищ будет выплачивать, их там было очень много, он один из них. Ущерб нанесённый, ну и всё остальное уголовное дело. Не отдёргивай, он уже всё. Слушайте, кто из нас фашист? Вы это ублюдки? Со знаком монархии? Или мы? Фашизм не появляется вдруг. Его приносят бурь и перемен. Экономический спад и душевная пустота, потеря нравственных ориентиров и одиночества. Всё это может стать благодатной почвой для махрового шовинизма, агрессии и тотальной ненависти. Фашизм не появляется вдруг. Вчера они рисовали свастику на стенах и ругали евреев, сегодня избивают индийских студентов, а завтра, завтра, быть может, они доберутся и до вас. Не важно, станете ли вы маршировать в общем строю, ратуя за русский порядок, или окажетесь в концлагерях. Исход будет один – уничтожение. Одни исчезнут в бессмысленных войнах, другие – на рудниках. Фашизм не появляется вдруг. Его порождает наше безразличие. У них идеология одна, это общая. Это нация превыше всего. Не человек, не личность, а нация. И во имя этой идеи они могут перешагнуть через что угодно. Через человека, через личность, через жизнь. Ну это мы вообще молодчики, банды. Собираются там большими группами, ну и нападают, соответственно, на малые группы. Ну как шоколадо вообще. Совсем не обязательно ждать от фашиста какого-то насилия, которому стоит противодействовать. Само признание факта человеком, что он фашист, это уже следует воспринимать как вызов и попытка насилия. В нашем мегаполисе фашизм нашел своих сторонников не только среди казачества и ура патриотов. Он сумел проникнуть и в умы футбольных болельщиков, средний возраст которых не превышает 18 лет. Так среди фанатов «Волжского торпеда» наметился политический раскол. Подростки-антифашисты противостоят своим бритоголовым сверстникам. Иногда это приводит к настоящим уличным сражениям. Наши деды, предыдущее поколение, осознав весь страх фашизма, весь ужас войны, который он приводит, не понимают. То есть потомки уже этого не понимают. Потомкам кажется, что раньше было хорошо, раньше был режим, порядок. И они забывают, что, как правило, слишком сильная патриотическая истерия последовательно приводит к войне. Я не представляю, как люди могут походить мимо стен, на которых нарисованы свастики. Как люди могут жить в одних домах с фашистами. Эти же фашисты, они ниоткуда не взялись. Это ваши сыны и дети, это ваши братья и сестры. И не замечать этого, плевать на это, махать рукой, говорить, где свои глупости, я считаю, это самая главная опасность. То есть равнодушие, оно... Вы равнодушны, а эти люди нет. У них есть цель, они идут к своей цели. И они к ней придут, если их не остановить. Они придут к вам. Они придут к нам. И к вам, и к нам, ко всем. Если борьба против фашизма не будет, как бы, такой эффективной, к чему может это привести в ближайшие годы? К чему привести? К рейху. Да, русский рейх будет, четвертый. По счету. И также война. То есть самоистребление, да? Да, самоликвидация. Конечно, наш фильм не может в полной мере вместить в себя все разнообразие анархического движения России. И хотя бы частично осветить те проблемы, с которыми приходится ему сталкиваться. Мы надеемся, что наши усилия помогут вам взглянуть по-новому на нашу жизнь. Настоящую и будущую. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...